Наш выпуск продолжат новости короткой строкой. Мы расскажем про путешествия по России за границу, а также про отъем услуг народа, нечестно заработанного. Жители Ямала смогут летать из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург пять раз в неделю. Расписание изменится с понедельника, 17 июня и будет актуальным до конца октября. К уже существующим вылетам по средам, пятницам и воскресеньям добавляются рейсы по понедельникам и субботам. Подробности ищите на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание». Минюст разрабатывает проект нового закона. Так госслужащие расстанутся с деньгами, если не смогут подтвердить законность их получения. Сейчас разрабатывается механизм изъятия у чиновников не только имущества купленного на неподтвержденные доходы, но и средства счетов в банках. Под действие закона попадут государственные и муниципальные чиновники, те, кто занимают должности в госкорпорациях, в Банке России, Пенсионном фонде и других организациях. Сотрудникам МВД разрешили выезжать в Турцию и Таиланд. Указ об этом подписал глава министерства Владимир Колокольцев. Напомню, с 2014 года полицейским и силовикам из других ведомств не рекомендовалось выезжать в 116 стран. Этот перечень потом несколько раз корректировался. Например, недавно тем, кто работает в МВД, разрешили посещать еще Китай, Кубу, Вьетнам, Казахстан и некоторые страны СНГ. В Салихарде 15 и 16 июня в четвертый раз пройдет Эднофестиваль «Душа тундры». Своё творчество покажут художники и мастера народных ремесел декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы и ансамбли. Они представят богатую самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера. А завершением фестиваля станет концерт этнической музыки. Наталья Риховских, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.